Мы говорим о такой теме, которая крайне важна сейчас. В любом аспекте. Это работа, да, ее наличие, работа плодотворная, с самодачей, которая приносит пользу и государству, и нашим с вами семьям. Но не все эту работу могут выполнять, к сожалению, хотя и хотят. И именно об этом сняли сюжет, великолепный сюжет отмечу, наши корреспонденты Наталья Войцех. Реализовываем всегда саженцы на ярмарках, на рынках. Что выращиваете вообще? Молдовые деревья, яблони, груши, сливы, черешни, вишни, персики, абрикосы, все прочее, кустарники. Для семьи шпарло, разведение саженцев и их реализация – это дополнительный заработок. У них есть основная работа. Занимаются хозяйственной деятельностью около 25 лет на приусадебном участке. Работали как физлица и всегда жили по букве закона, отмечает Михаил. Питомник был занесен в госреестр республики. Документы все оформлены, то есть семена инспекция проверяет, принимает питомник на корню, потом выписывает удостоверение. То есть, для того, чтобы реализовывать. И все вроде шло гладко, поддерживает Михаила жена, пока в 2021 году не вышли поправки в закон о селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений. В 2021 году вышел закон, что саженцы выращивать должны только продавать и выращивать индивидуальные предприниматели. На 2022 год мы уже оформили ИП. Ну, там было проще квитанции выписывать, это было проще. Сейчас уже надо кассовый аппарат, это надо расчетный счет в банке. Мы с расчетным счетом совершенно не работаем, потому что мы только с физлицами. Нам вот просто нужно заплатить, два раза хотя бы в год нести деньги, для того, чтобы было движение по счету. Вот. Хотя, ну, мы им вообще не пользуемся. Ради того, чтобы обеспечить это движение по счету, приходится терпеть значительные неудобства, в том числе и во время продажи. Кассовый аппарат, такие погодные условия всякие. Другой раз, бывая на ярмарке, целый день льет дождь. Его спрятать там невозможно, потому что в другой раз весь мокрый, до нитки стоишь. Вот. Ну, и там море всяких таких нюансов, что это усложняет только работу, что на качество деревьев, на роли вообще не влияет. Еще только хуже будет, потому что занимаешься тем, чем надо. Татьяна Яковлевна говорит, что только в их районе разведением и продажей саженцев в статусе физлиц занимаются несколько десятков человек. Налоги платить не приходилось. И если только в этом вопрос, то никто не против. Но сделать это можно было по-другому. С этим даже налоговая инспекция согласна, говорит Татьяна Яковлевна. Налоговая инспекция постоянно нам присылает. Там вот, пожалуйста, оформляйте, делайте налог, ну, как самозанятый, налог на профессиональный доход. Платите. И зачем вам той П? Ну, они видят, как бы, что мы свое только реализуем. Татьяна Яковлевна решила поинтересоваться в Министерстве сельского хозяйства, ради чего были внесены изменения, которые только мешают работать. Они говорят, вот, бывает, там, продадут не то, сорты нам звонят. Ну, это больше всего, я считаю, такие молдаване обычно на ярмарках осенью. Ну, их там выставили пучки, повесили в водограве, ни одно дерево не подписано. Свои люди наши, вот, как бы, все работают в рамках порядочности, будем так говорить. Изучая законы и требования, которые касаются деятельности по выращиванию и продаже саженцев, супруги пришли к выводу, что между ними есть противоречия. Согласно налоговому кодексу, они могут работать как физлица, а по закону о селекции и семеноводстве – нет. Только как индивидуальные предприниматели. Я считаю, что вот этот закон о селекции нас не должен касаться, потому что мы выращиваем в небольших объемах, на экспорт мы не отправляем. И, допустим, мне вот на рынке приходилось видеть бабушек, дедушек, которые там буквально выращивали по 200-300 штучек и говорили, вот как хорошо мы вот можем купить себе хотя бы таблетки на это дополнение заработок к пенсии. И на экспорт мы не выводим, на новые сорта не выводим, потому что мы чисто выращиваем те, которые уже выведены давным-давно. В Брестской областной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений, которая и занимается в большинстве своем волнующими производителей саженцев вопросами, считают, что изменения в законе вполне оправданы. С какой целью были внесены такие изменения в действующий закон? Ну, в первую очередь, это соглашение об обращении семян сельхозрастений в рамках Евразийского экономического союза. И в этих рамках рассматриваются не только интересы экспортирующих субъектов. На рынке, в том числе у физлица, может приобрести саженцы человек, приехавший из другой союзной страны. И самое главное, вот именно для чего там эти изменения вносились, это предотвратить возможность попадания в торгующие организации некачественных семян. Почему именно так поступили с физическими лицами? Во-первых, небольшие объемы. Это, как правило, для людей дополнительные прерывы. В плане контроля, ну, контролировать, в принципе, можно было одинаково всех. Но с учетом того, что эти лица, они, как правило, производят или производили небольшие объемы этого посадочного материала, то просто те денежные затраты, которые они должны понести для получения всех соответствующих документов, а без удостоверения качества, согласно закону, запрещена реализация, то просто-напросто, как говорится, овчинка выделки не стоит. Они просто-напросто никогда в жизни не окупят эти затраты. В данном случае выход один – оформлять индивидуальное предпринимательство и расширять производство саженцев. То есть выходить на новый, более масштабный уровень, который, в свою очередь, влечет ответственность, и в случае недобросовестного отношения она будет другой.